Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшняя лекция по методам криоэлектронной микроскопии и криоподготовки является опциональной, вопросов по ней на зачете не будет, но нам необходимо все-таки сделать некоторый обзор современных методов, которые позволяют увеличить применимость нашей электронной микроскопии. И если на предыдущей лекции мы с вами говорили о стандартных методах подготовки, мы говорили о заключении в смолу, мы говорили о негативном окрашивании, то, как вы помните, у методов стандартной обработки было некоторое количество особенностей, сложностей и проблем. Прежде всего, это химическая фиксация, причем это фиксация это не только фиксация в глютаромальдегиде, это не только постфиксация с осмием для фиксации мембран, но, в принципе, на самом деле заключение в смолу и проведение через другие среды можно тоже рассматривать как продолжение вот такого процесса фиксации. При этом, естественно, с нашего образца удаляется вода, меняются его размеры, меняется структура мембран, они становятся не такими ровными, ну и кроме этого вымываются некоторые интересующие нас части образца. Поэтому, конечно, такая химическая фиксация, хотя используется в, скажем так, 98% случаев, крио это, конечно, такой более редко используемый метод, тем не менее, имеет некоторое количество серьезных недостатков. Ну и начнем мы с того, что давайте попробуем сказать, собственно говоря, почему крио. Ведь у нас есть некоторое количество недостатков, но в другом всем остальном наша обычная фиксация нас вполне устраивает. Есть огромные атласы тканей и клеточных органелл, есть куча методов и подходов, у нас есть иммуноголд, у нас есть возможность использования мини-сок белков и так далее. Ну, собственно говоря, крио хорош прежде всего тем, что это физический метод фиксации, мы не используем никаких химических агентов. Соответственно, меньше шанса вызвать артефакты, либо эти артефакты будут немножко другими. Кроме этого, ну, у нас нет селективной экстракции, так как нет органических растворителей, мы не удаляем липиды, мы не удаляем какие-то другие вещества, и так как мы не удаляем водорастворимые вещества, у нас остается совместимость с элементным анализом, если нас будут интересовать концентрации ионов, например, калия, натрия, кальция внутри клетки в разных ее компартментах, и мы можем тогда использовать, совместить это с энергодисперсионным или волноводисперсионным анализом для анализа элементного состава. Следующее. У нас сохраняется иммуногенность. Если мы сможем теперь с нашим препаратом как-то провести манипуляции, подготовить его для работы с антителами, например, то понятно, что здесь не было предварительной фиксации антителам гораздо проще найти свой антиген, тем более, если он будет в близком к нативному состоянию. Кроме этого, химическая фиксация растянута по времени, и разные компоненты будут еще фиксироваться в разное время. Такая физическая фиксация может происходить за миллисекунды, десятки миллисекунд, и можем одномоментно остановить все биологические процессы и химические процессы, происходящие в клетке. Кроме этого, мы можем на самом деле сделать такую галерею стоп-кадров. Например, стимулировать наши клетки как-то при помощи света, при помощи электричества, при помощи каких-то других способов, и фиксировать, что с ними будет происходить через очень короткие промежутки времени. Десятки, например, микросекунд. В принципе, разница может быть между нашими воздействиями. Кроме этого, этот метод, так как в принципе флуоресцентные красители, если мы их, например, будем применять, будут оставаться в водной среде, и при криотемпературе, хотя их спектры изменятся, также будут флуоресцировать, можем это совместить с криосветовой электронной микроскопией, ну и, соответственно, сделать такую корреляционную электронно-светомикроскопическую работу. Здесь, конечно, мы немножко более ограничены, чем в корреляционных методах, о которых мы говорили на предыдущей лекции, но, тем не менее, возможностей достаточно много. Более того, эту корреляционную микроскопию можно сделать в два этапа. Например, вы можете работать с вашими живыми клетками, и в тот момент, когда вы будете видеть, что у вас начинают происходить интересующие вас процессы, если это время, это секунды, вы можете за это время успеть перенести стеклышко с вашими клетками в аппарат для заморозки, ну и, соответственно, заморозить в течение нескольких секунд ваш образец, посмотреть на интересующий вас процесс. После этого, на самом деле, если у вас флуоресцентный краситель остались, можете еще в крио-режиме это посмотреть, ну а после этого можно еще и уже для электронной микроскопии ваш образец подготовить. Следующая очень важная часть — сохранение всего, что у нас есть в нашем биологическом объекте в близком к нативному обводненном гидротированном состоянии. Конечно, мы говорили о таком прекрасном методе, как негативный контраст. Он позволяет нам с высоким разрешением увидеть небольшие частицы, но у этого метода был серьезный недостаток. Дело в том, что то, что мы видели, это частицы после удаления гидротированной оболочки, во многих случаях с уже измененной морфологией. Например, частицы при высыхании могут провалиться, белки при высыхании могут изменить конформацию и так далее. Здесь же, так как у нас остается оболочка из воды, гидротированное состояние, мы можем получить конформацию этих частиц в близком к нативному состоянию. И, например, изучать изменения различных параметров, каким образом оно будет влиять на конформацию белков, которыми необходимы вирусу для того, чтобы проникнуть в клетку. Как вариант. С момента, так у нас сохраняются практически все вещества водорастворимые и не только водорастворимые, мы можем хорошо работать с липидными включениями, которые в случае обычной фиксации, если, скажем, там нету ненасыщенных участков, ну, скажем так, просто вымываются при фиксации. Плюс появляется некоторое количество дополнительных методов и самый известный метод, который используется с кривоподходами, это, конечно, замораживание скалывания, либо замораживание скалывания травления. Прежде чем идти дальше, небольшая такая терминологическая путаница, которая сейчас существует, потому что очень часто в рекламных проспектах фирмы под криоэлектронной микроскопией подразумевают все, где используются температуры, причем даже не крио, а, скажем, там, не знаю, минус 40 градусов. Конечно, крио начинается при температуре ниже минус 80. Если мы говорим о криоэлектронной микроскопии, то это именно наблюдение этих объектов при такой температуре. То есть это означает, что мы и микроскопировать должны тоже при температуре ниже, чем минус 80 градусов. И тогда, собственно, к криоэлектронной микроскопии относится всего, ну скажем так, 4,5 метода. Прежде всего, это анализ отдельных частиц, когда мы можем заморозить в пленке воды наши, например, очищенные белковые какие-то частицы, и дальше снять много этих частиц и на основе этих изображений реконструировать, как эта частица выглядит. Второй вариант – это криоэлектронная микроскопия, криоэлектронная томография. Когда мы срез нашей ткани, фиксированный именно при помощи охлаждения, можем смотреть под электронным микроскопом. Либо, если у нас позволяет наш микроскоп и наш образец, сделать еще и томографию, посмотреть в глубине этого среза, как на самом деле в трехмерном уже пространстве расположены на протяженности этого среза интересующие нас структуры. Такой третий метод, используемый не очень часто, это метод, позволяющий исследовать белки, которые в норме находятся в мембране, в липидном слое. Понятно, что исследовать их другими методами, перекристаллизовать их практически невозможно. Исследовать их методами отдельных частиц в жидкости, так как у них есть гидрофобный участок, это тоже будет не совсем правильная конформация. Но мы можем с вами создать липидный слой и увеличить в нем концентрацию этих отдельных наших частичек, таким образом, чтобы они как-то упорядоченно в нем начали располагаться. И по сути мы получили такой кристалл двухмерный, если хотите, который мы теперь можем исследовать разными методами, в том числе и подходами с использованием при разной фуре, с использованием дифракции и так далее. И последний вариант это крио-сканирующая электронная микроскопия. То есть здесь мы с вами можем то же самое использовать уже не в просвечивающем микроскопе, а в сканирующем. Посмотреть, например, поверхность или использовать метод так называемого замораживания-скалывания. Ну и, конечно же, как у всех методов, здесь есть свои недостатки и проблемы. Во-первых, лед, как вы понимаете, при образовании образует кристаллы. Вообще это такое уникальное достаточное вещество наша вода, которая при замерзании в нормальных условиях, свою плотность уменьшает и расширяется. Числовия веществ ведут себя по-другому и при замерзании их плотность увеличивается, они, соответственно, становятся тяжелее. Но на самом деле тут очень хочется вспомнить Курта Вонегута с его знаменитым романом. Действительно, лед бывает разным. И в зависимости от того, при каких условиях мы его будем с вами создавать, его плотность может меняться. И то, что нас наиболее интересует, это так называемый аморфный лед, когда кристаллической структуры у него практически нету, либо она не очень выражена. Если мы будем замораживать воду при обычных условиях, мы получим так называемый гексагональный лед, шестигранная структура. Если мы положим теперь такой препарат в электронный микроскоп, мы увидим вот такие прекрасные длинные большие кристаллы. Здесь есть ориентационный контраст. Кристаллы немножко изогнуты, поэтому мы видим в них вот такие темные линии, более электронно-плотные, менее электронно-плотные. Если мы возьмем теперь какой-то участок этого кристалла и сделаем картинку, чтобы можно было увидеть дифракционное изображение под нашим проходящим просвечивающим электронным микроскопом, мы увидим в зависимости от ориентации нашего кристалла отдельные вот такие вот хорошие максимумы фракции. Естественно, так как кристаллическая структура, все понятно. И вот такой лед будет очень сильно разрушать наш образец, мы не сможем его нормально увидеть, потому что он будет сильно деформирован. Если мы теперь с вами пойдем к большим скоростям заморозки или большему давлению, мы с вами получим другой лед, который будет называться кубическим. Кристаллическая решетка у него другая. Это очень мелкие кристаллики. Да, это еще кристаллы. Разрушаться ткань будет. Но это же кристаллы очень маленькие. И так как этих кристаллов много, они по-разному ориентированы, если мы теперь опять же возьмем небольшой участочек этого препарата и с него попробуем получить картинку дифракции, мы с вами вместо отдельных точек, которые здесь должны были бы быть, видим вот такие линии. Почему? Кристаллов много. Каждый из кристаллов немножко по-разному ориентирован. На самом деле вот эти линии это набор вот таких вот точек, просто они у нас все сливаются. О чем говорит нам эта картинка? О том, что в зоне, которую мы наблюдаем, у нас есть кристаллы, их много, они по-разному ориентированы. И, соответственно, мы можем даже что-то говорить и о кристаллической решетке, в том числе, зная вот эти размеры. Но понятно, что такой лед, конечно, для макро какой-то съемки вполне подходит. Для микросъемки, для ультраструктуры он будет уже разрушать наш образец. И если мы сможем каким-то образом достичь вот этой вот области, где у нас будет лед аморфный, так называемый, здесь по одной оси у нас температура в кельвинах, по другой оси у нас давление в гигапаскалях, то если мы все-таки каким-то образом из жидкой фазы сможем сюда перескочить, на самом деле такие варианты есть, то мы получим воду, которая замерзла, которая просто остановилась в движении, но которая не успела перекристаллизоваться. Смотрим на участок этого препарата, берем такой кусочек, смотрим на картинку дифракции и видим полное отсутствие линий. То есть здесь мы получаем дифракцию как с какого-то аморфного объекта. Почему он называется аморфным льдом? И, соответственно, в нашей проподготовке наша задача каким-то образом перескочить отсюда, вот сюда, чтобы получить при этом возможность наблюдать наш препарат без значительного повреждения его структуры, образовавшимися кристаллами льда. И это тот редкий случай, когда нам в нашей просвечившей электронной микроскопии, в биологии обязательно понадобится использование дифракционного режима, чтобы проверить, мы сейчас работаем с вами с льдом какого типа, гетосгональным, кубическим или аморфным, и можем ли мы наши результаты, которые вы видели, как-то интерпретировать. Мне очень нравится картинка, которую я нашел на ютубе, но, к сожалению, я потерял ссылку у нее. Это то, как меняется лед при большом давлении. Мы видим за счет разницы в центре преломления эти линии, и видите, здесь вот несколько вариантов льда сразу. Сейчас повышается температура, давление остается константным, и вот, пожалуйста, все варианты льда, которые мы видели на графике, действительно существуют. Если вдруг кто-то найдет ссылку, с удовольствием поставлю ее презентацию, потому что, на мой взгляд, демонстрация очень хорошая. Итак, задача перейти сразу же к воду аморфному. Наш образец оказался здесь заморожен. На самом деле, здесь очень важный фактор – это скорость заморозки. Для перекристаллизации в воде необходимо некоторое время. И если мы сможем очень быстро пройти из нашей воды в аморфный лед, то у нас не будет особо повреждений нашего образца. Первое, что мы можем делать. На самом деле, вода, если она чистая, она может быть переохлаждена. Она может быть под температурой, когда она, по идее, должна быть уже в виде льда, но она еще будет в виде жидкости. И границу этой переохлажденной воды мы можем менять, изменяя давление. На определенном давлении это будет именно так. И теперь разница между вот этой и вот этой частью у нас уменьшилась. Нам ее гораздо проще пройти, время затратится меньше. То есть, нам теперь нужно будет быстро охладить наш образец. Самый простой способ, конечно, это не использовать изменение давления, а просто очень быстро охлаждать его. И, казалось бы, использование жидкого азота здесь должно очень хорошо нам помочь. К сожалению, жидкий азот на самом деле не очень нам подходит. При обычных условиях, обычном давлении, он очень быстро переходит в газообразное состояние. И на самом деле, если вы положите в жидкий азот какой-то препарат, который с температурой больше, чем температура кипения жидкого азота, то вокруг него будет образовываться небольшая такая прослойка из газа. И вот этот эффект будет уменьшать скорость охлаждения. Потому что охлаждаться будет препарат у нас не жидкой фазой, у которой высокий коэффициент теплопроводности и хоть какая-то такая теплоемкость есть определенная, большая. А газовой средой, у которой, в общем-то, теплопроводность низкая, теплоемкость небольшая и скорость охлаждения будет не очень. Поэтому для быстрого охлаждения используется чаще всего так называемый вторичный криоген. Жидкий этан может использоваться, некоторые другие вещества. В чем суть жидкого криогена? Он уже находится при температуре жидкого азота, не при температуре кипения. Для него температура кипения гораздо выше, скажем, минус 90 градусов, к примеру. А он находится сейчас при температуре жидкого азота. И на самом деле жидкий этан при температуре жидкого азота будет вообще твердым. Поэтому его даже чуть-чуть подогреть придется. Что при этом происходит? У нас теперь не будет лейденфростовского эффекта. Если мы теперь поместим сюда сеточку с нашим образцом, понятно, что должна быть очень тонкая пленка, чтобы она успела быстро замерзнуть, то этан не будет закипать. Это будет контакт жидкости с нашим образцом. У жидкости больше теплоемкость, стеклопроводность, и охлаждение будет очень быстро происходить. Для такого режима заморозки, названия, честно говоря, нормального я не нашел, по-английски Plunge Freezing, заморозка быстрым таким выпусканием. У нас в ресурсном центре есть вот такой вот агрегат, есть еще хороший вид работ от компании FPI, есть несколько самодельных вариантов, ну вот наш вариант вот такой. Если мы теперь возьмем сеточку с покрытием углеродом, причем перфорированным покрытием, так, чтобы здесь были дырочки, если мы теперь нанесем сюда наш образец, промокнем его, чтобы у нас остались только в этих вот отдельных дырочках жидкость с нашим образцом, и теперь быстро опустим в жидкий этан, то скорости заморозки будет достаточно, чтобы всю эту пленку, тоненькую, воды перевести сразу же в жиданого раствора, аморфный лед, после чего мы его можем сами наблюдать. Ну и, конечно, нужно сразу же сказать про такие работы основоположников, которые были еще в 90-х годах, когда с развитием электронной микроскопии стало возможно работать с криоэлектронной микроскопией с высоким разрешением, и, конечно же, самое, на мой взгляд, такое показательное, это сборка-разборка микротрубочек. Смотрите, мономеры здесь видны, видно, как в учебнике, как эта микротрубочка на самом деле распадается, разбирается, можно сюда добавить белки, которые будут останавливать их деполяризацию, соответственно, их вот это разрушение, и в зависимости от разных условий вот видны эти микротрубочки, вот даже видны эти места, где они разбираются, разбираются. Как вы помните, микротрубочки – это очень такой динамический объект, структура, которая постоянно в клетке то собирается, то разбирается, хотя и бывает какими-то определенными белками специальными стабилизирована, белками ассоциируем с микротрубочками. И вот картинки, которые в 90-х годах можно было получить этим методом. Согласитесь, разрешение вполне приличное. Вот станометровый риск, что здесь, что здесь. И в принципе, то, что нам нужно, нам нужно заморозить методом, который мы рассмотрели на предыдущем слайде, наш срез. Нам нужно его опять же в жидком азоте поместить на держательный микроскоп. Как видите, задержатель теперь с дюаром, и он охлаждается до этой температуры, чтобы не приходило рекристаллизации. В таком криорежиме вместить его в наш электронный микроскоп. Ну и понятно, если мы работаем с криопрепаратами, то у нас есть две проблемы. Первая проблема – это то, что, так как он находится в достаточно низкой температуре, на нем может кристаллизоваться все, что у нас в вакууме осталось, в том числе и пары воды. Поэтому у микроскопа обязательно должна быть криоловушка, которая будет собирать лишнее, все остальное. Конечно, микроскоп перед этим еще желательно специальным образом почистить, чтобы не было нагара от углерода. Ну и второй момент – это то, что нам нельзя наш препарат сильно нагревать, в том числе и нашим пучком электронов. Поэтому мы должны строго контролировать дозу. И, в принципе, на один квадратный ангстрем при такой работе у нас должно быть где-то в районе 10-25 электронов всего лишь. Понятно, о каких небольших дозах электронного излучения мы с вами говорим. И тогда мы можем получить такие картинки. Поэтому, чтобы такие изображения все-таки могли быть получены, необходимо использовать дополнительные устройства, как то, обычно это достаточно высоковольтный микроскоп, как минимум 200 кВт. Чаще всего это микроскоп с полевой эмиссией. Может быть, даже монохроматор стоит. Может стоять корректор сферических аберраций, чтобы у нас было максимально хорошее изображение. И очень часто ставится еще спектрометр для работы в режиме, так называемом, EELS, в режиме нулевых потерь. То есть мы смотрим только те электроны, которые прошли через наш образец без дифракции на нем, чтобы у нас была максимальная контрастность при таких вот совершенно минимальных значениях электронной дозы. Опять же, это такие технические моменты. Но это означает, что изображения, которые мы с вами можем получать, будут достаточно шумными. И чем больше будет у нас увеличения, электронную дозу мы увеличивать не можем, тем более шумное будет изображение. Отсюда был очевиден следующий шаг. А что если мы теперь возьмем одинаковые какие-то белковые комплексы, ну, например, капсид вируса или какой-то белок из нескольких состоящих белков, там, димер, тример и так далее, и заморозим его в слой жидкости. Как мы уже говорили, к сожалению, мы не можем увеличивать с вами дозу электронную, поэтому картинка получается вот такая шумная. Но так как у нас все эти отдельные частицы должны быть в идеале полной копией друг друга, то, по идее, мы можем использовать их для усреднения. Мы можем найти все частицы, которые находятся примерно в одной и той же ориентации, выглядят примерно одинаково, сложить их друг с другом и получить уже вот такую картинку с гораздо меньшим шумом, с гораздо лучшим соотношением сигнал-шума. Для ориентации первой, для ориентации второй и так далее. Если мы их много сложим, то, посмотрите, картинки станут уже гораздо более качественными. Ну и теперь, то, что мы с вами получили, мы получили с вами проекцию этих частиц под разными углами. Ну а это прямой шаг к томографии. Мы теперь можем использовать ее, причем здесь это уже не одноосевая томография, а частица у нас под всеми углами получается поворота. И, используя теорему томографическую, по идее, из вот этих многих проекций можем с вами восстановить исходную структуру той молекулы, которую мы с вами исследовали. Конечно, здесь хочется сказать, что разрешение, которое достижимо, более-менее рутинно, это там порядка 20 ангстрем, то есть 2 нанометра для белков, около 200 кило дольтон. Но нельзя не остановиться на нескольких выдающихся работах. Это, конечно, возможность получения вот такого структурного решения с разрешением порядка 2 ангстрем, 0,2 нанометра. Как я уже говорил, микроскоп, конечно, для этого должен быть специальный, но обратите внимание, вот та электронная плотность, которую мы получили, позволяет нам прямо в эту картинку вложить остатки аминокислот и, по сути дела, получить секвенс этого нашего белка. Вот насколько высокое разрешение у нас получается при методе, если мы очень-очень много частиц сможем сфотографировать. Понятно, что это работа не одного дня и ни одной недели, тем не менее. И более того, мы теперь видим в активном центре этого фермента воду. И можем смотреть на изменения, например, конформации этого активного центра при каких-то изменениях, фосфорилировании белка или чего-то еще. Ну и, конечно, так как сейчас, к счастью, продолжительность жизни у нас возрастает, не могу не сказать что-то из своей темы, а именно из нейронаук. Вот вариант фермента Y-секретаза, который продуцирует тот самый амилоид бета, который либо вызывает, либо является таким диагностическим признаком. Тут уже есть некоторые споры, сопутствуют, скажем так, болезни Альцгеймера. Ну вот эти структуры были разрешены, посмотрите, с каким хорошим решением, насколько близка модель, которую мы получаем при помощи компьютерного моделирования и то, что мы получаем в виде электронной плотности, совпадают. Конечно, нужно напомнить, так же, как мы говорили, когда о сверхозрешении оптическом, за это было дано несколько Нобелевских премий, вот последняя как раз была именно за сверхозрешение дана. Также не обошел Нобелевский комитет вниманием и метод криоэлектронной микроскопии. В 2009 году это было за определение структуры рибосомы, конечно, она была определена раньше, но именно методом криоэлектронной микроскопии. И в 2017 году было такое знаковое событие за развитие криоэлектронной микроскопии. Получила три ее основоположника, Нобелевскую премию. Я надеюсь, когда-нибудь мы сможем и в нашем университете получить такую машину, которая позволит нам делать анализ отдельных частиц. Пока наша машина позволяет делать только томографию и анализ отдельных частиц достаточно крупных. Тем не менее, метод достаточно интересный и у него много дальнейших возможностей. Что же мы можем делать? Собственно говоря, второй вопрос. А что, если у нас объект большой? До этого мы говорили о микротрубочках, о вирусных частицах. И понятно, никаких срезов делать не нужно. Просто заморозили в тонком слое воды, и все замечательно. А если у нас, скажем, срез мы сделали для оптической микроскопии, срез, посмотрели, вот хотим его заморозить. Или какой-то объект, ну скажем, 200 микрон по толщине. Согласитесь, 200 микрон для электронной микроскопии это целый мир. Это очень много. Как вы помните, у нас оставался еще один параметр, который мы пока с вами не меняли, а именно давление. И то, что мы говорили, что для определенного давления мы можем эту вот ничейную землю сильно уменьшить, чтобы ее перескочить очень быстро. И тогда нам даже при не очень быстром охлаждении может оказаться достаточно его, чтобы получить сразу же наш образец в аморфном льду. Машинка, которую мы будем использовать в нашем рисунном центре, это вот такая. Балтек. На самом деле, лейка, к сожалению, Балтек купила, поэтому теперь это лейка. MHPM100. Что делает эта машина? Она как раз решает эту проблему тем, что прежде чем замораживать образец, она увеличивает сильно давление. Увеличение давления еще хорошо тем, что при увеличении давления температура кипения жидкого азота повышается. И у нас теперь нет выраженного лейденфростовского эффекта. К сожалению, эта машина еще первого поколения, поэтому она использует промежуточную жидкость в виде спирта для того, чтобы сохранить вот такое давление и как бы такой немножечко промежуточный вариант среды. Но, тем не менее, она работает очень неплохо. Давайте посмотрим на график. Здесь по клеткам с этой машинки получена скорость заморозки. В этой стороне время, в секундах, в этой стороне давление. Причем, посмотрите, давление здесь очень хорошее. 2000 бар. Ну и, соответственно, температура в этой шкале. И с комнаты температуры до температуры, которая нам необходима, мы с вами заморозили за где-то 10 миллисекунд. Давление мы с вами достигли вот такое пиковое. Это, как видите, еще быстрее. Ну, конечно, во время заморозки, как видите, давление немножко скакнуло. Это нормально. Почему? Все-таки немножечко образец у нас по краям уменьшается, из-за того, что образуется не везде аморфный лед. На самом деле, максимально, что мы можем заморозить с вами по толщине, это где-то толщина образца примерно 200 микрон. В идеальном случае, если вообще все хорошо. Ну, а диаметр может быть громадный. До 6 миллиметров. Нельзя не упомянуть, конечно, несколько работ, говорящие о том, что все-таки нету ни одного метода, который бы абсолютно без артефактов позволял нам работать. И если сошлюсь на работы 90-х годов, две, о том, что для некоторых мембран, где всего два типа фосфолипидов, или для некоторых структур ДНК, такой вариант заморозки с нашей водой все-таки немножечко образец меняет. Ну, такие изменения все-таки гораздо меньше, чем могли бы получиться при использовании химической фиксации. Таким образом, блок льда мы с вами получили. Что дальше? Дальше есть целый набор методов, которые мы можем с вами использовать. Ну, во-первых, мы можем с вами использовать крио-ультратомию и получить срезы прямо во льду для нашего образца, чтобы дальше использовать это в крио-просвечивающей электронной микроскопии. Во-вторых, мы можем нанести на него какие-то проводящие покрытия или сделать даже замораживание, оскалывание, если необходимо, и травление. И дальше, опять же, это все теперь перенести нужно на крио-сканирующую электронную микроскопию. Следующее, что мы можем сделать, мы можем высушить наш образец и уже на комнатную температуру на это уже не будет крио-электронной микроскопии. То есть, вариантов, как мы можем с нашим образцом работать, у нас много. Давайте посмотрим на некоторые из них. Первый вариант, что называется, наиболее близкий к истине. Это метод Кемовис. Крио-электрон микроскопии Крио-электронная микроскопия замороженных в аморфовом льду срезов. Понятно, что образец, который мы заморозили, слишком толстый в электронной микроскопии, и нам нужно изготовить из него какой-то набор срезов. Понятно, что на самом деле лед все-таки обладает какой-то гибкостью. Если у нас будут очень-очень тонкие срезы, то в принципе при использовании хорошего алмазного ножа, при использовании соответствующей температуры и других условий мы можем получить срезы, которые состоят прямо вот из такого льда. Конечно, они не будут идеальными. Вот картинка, которая получается при малом увеличении из такого льда. Видите, толщина сильно меняется, есть полосы от ножа, вот они видны, вот такие, и так далее. Очень низкий контраст, чтобы получить такую картинку. Но посмотрите, насколько хорошо видна, например, структура, мембран в таком случае. То есть метод, который сохраняет полностью гидротированное состояние образца, который позволяет остановить все процессы одномоментно, ну и видно разницу. Сравнение, которое взято вот из этой статьи, для Эпона, стандартного заключения, и видна мембрана, здесь такая, не очень ровная, и для метода Кемовис. При всех его недостатках посмотрите, как хорошо видны мембраны, какие они на самом деле, как хорошо видны рибосомальные комплексы внутри, и все остальное. То есть метод, который позволяет видеть, скажем так, истинную правду практически нашего препарата, за исключением артефактов, которые могут при таком замораживании возникнуть. Метод весьма непрост в ручном исполнении, весьма непрост в микроскопировании, но в принципе есть некоторое количество коллективов, которые им владеют. Вот ротон, который у нас стоит, с специальным кожухом, позволяющий уменьшить количество влаги в воздухе, влажность там очень маленькая, и можно делать вот такие срезы. Опять же, чтобы убедиться, что мы имеем право с нашими срезами работать, нам обязательно необходимо сделать такую дифракционную картину, и видеть, что на самом деле у нас аморфный лед, нету ни отдельных максимумов дифракционных, ни колец, которые бы говорили о том, что это либо гексагональный, либо кубический лед. Метод, я уже сказал, абсолютно нерутинный. Тем не менее, некоторые коллективы умудряются этим методом получить даже вот такую вот томографию. Здесь образец вращается, но обратите внимание вот на это замечательное повреждение. Там, где были липидные включения, там гораздо лучше рассеивается электронный луч, и через некоторое время возникают вот такие вот то, что называется блебинг пузырьки, что ли, если их можно назвать. В принципе, получив такой набор проекций, можно сделать уже истинную томографию, можно уже виртуально этот срез разрезать, ну и так как мы с вами немножечко о томографии говорили, обратите внимание на черные точечки. это нано-золото, микрокристальчики золота сделаны, они необходимы, чтобы можно было эти изображения совместить, то есть, так называемые опорные точки или fiducials. Они нам необходимы именно для того, чтобы было легко склоненные срезы совмещать друг. В двух словах напомню томографию, мы снимаем наш образец под наклоном, как минимум по одной оси, и, конечно, двуосевая томография дает гораздо лучшие результаты. За подробностями опять же к этой статье вас могу отослать сравнение одной-двуосевой томографии там в ссылках есть. Но теперь, согласно томографической теореме, если мы получим со всего, со всей полусферы вот здесь вот изображение, то мы можем эти проекции использовать для того, чтобы воссоздать исходную структуру нашего образца. Что еще можно сделать? Ну, опять же, мы уже говорим, что кемовис это такой очень метод нерутинный. А вот то, что можно рутинно получать, это можно делать криозамещение воды, или то, что называется free substitution. Что это такое? если у нас есть витрифицированный блок в аморфном льду, если мы поместим какой-то органический растворитель при температуре опять же близкой к температуре рекристаллизации, то воды будет два шанса. Первое, это раствориться в растворителе, и второе, это перекристаллизоваться. И то, и то, конечно, будет идти с небольшим выделением тепла, иначе с чего вдруг этот процесс пошел, но надо сказать, что, конечно, если мы будем очень медленно повышать температуру, и блок у нас будет очень небольшой по размерам, то для воды больше шансов будет именно раствориться для вот такого льда в органическом растворителе, чем перекристаллизоваться. И при этом повреждения нашей ткани будут минимальными. А дальше, после того, как вы заместили вашу воду, ваших образцах на органический растворитель, температура все-таки еще крио, минус сколько-то градусов, поэтому липиды, даже если это спирт или ацетон, там еще растворяться не могут, слишком холодно. Вы можете теперь либо взять этот образец и прямо при криотемпературе в специальных смолах, которые могут твердевать, на самом деле это уже не смола, это, скорее всего, пластики вроде цианакрилата, в которой вы можете заключить ваш препарат при отрицательной температуре, вы получаете блок, в котором вы сохранили всю вашу структуру. Этот блок можно уже резать при комнатной температуре. Ну и второй вариант, вы можете на самом деле после вот такой криофиксации добавить ваш органический растворитель фиксатора, который при замещении воды уже окажется на месте и теперь при повышении температуры я моментально зафиксирую все, что в вашем препарате было, опять же, с минимальными повреждениями. И после этого можно заключить на самом деле ваш препарат даже в ЭПО. И все равно это будет лучше, чем обычный метод. Сравнение. Липидные пузырьки с двумя мембранами, то, как они после стандартной химической фиксации и заключения в ЭПО выглядят, как видите, внутренняя мембрана сильно изменилась. В случае же, если это заморозка высоким давлением и криозамещение воды, структура осталась. Следующий вариант, ткань и в случае фиксации в химической и Японии, посмотрите, что произошло с межклеточными пространствами. Вся вода была удалена и наша ткань, но она вот так немножко перемешалась. В случае этого метода межклеточные пространства остаются и при этом у нас более-менее сохраняется структура нашего препарата. Ну говоря, вот сравнение теперь этих двух методов. это с одной стороны кемовес, вот эти картинки, где видны отметины от ножа, где видна изменение толщины препарата, нож был вот здесь, соответственно, вот по нормали к нему все эти царапины. Очень небольшой контраст, но зато в принципе это вот истина в последней инстанции из того, что мы сейчас пока можем получить. Вот вариант криозамещения с контрастированием, так что здесь уже гораздо лучше получается изображение, мы сюда можем добавить например осмей при криозамещении и получить вот такое контрастирование мембран. Да, конечно, эта картинка она чуть-чуть хуже, чем то, что мы получали на кемовесе, но это уже метод более-менее рутинный, который можно использовать. Конечно, есть еще несколько других методов типа прогрессивного уменьшения температуры PLT еще, про которые я не рассказываю, то есть в принципе вот возможность охлаждения криоэлектронной микроскопии это, конечно, ни в коем случае уже не назвать, это уже крио-подготовка позволяет получить во многих случаях лучшие результаты. Ну и опять же, так как мне ближе либо что-то из нейронаук, либо что-то из растений, давайте посмотрим на то, что происходит при фиксации мозга. Это химическая фиксация, это фиксация при замораживании. Здесь синим обведены межклеточные пространства. И посмотрите, как на самом деле в мозге у нас много этих межклеточных пространств. Это понятно, чтобы все это работало, работали синапсы, чтобы клетки получали какое-то питание, необходимо наличие вот этих межклеточных пространств. После химической фиксации вода удаляется и то, что мы с вами видим, это, конечно, не отражает уже полностью исходную структуру. Ну и из этой статьи не могу не продемонстрировать еще и вторую картинку, мозг свежий на вибротоме срез, мозг после фиксации в глутаре. Думаю, очевидно уменьшение размеров, даже говорить не о чем. И вот такая красивая, опять же, из этой статьи графическая врезка, где показан размер одного и того же участка, если бы он был бы снят при фиксации крио и, соответственно, крио замещения воды и при обычной фиксации химическим способом. Как видите, разница есть и в межклеточных пространствах, и в том, насколько ткань сжалась, уменьшилась при такой фиксации. Говоря о крио методах и криоэлектронной микроскопии, нельзя не упомянуть и самый такой знаменитый метод криоэлектронной микроскопии, это замораживание скалывания или, если вы хотите получить большую трассность, это замораживание скалывания от травления, что из себя этот метод представляет. Опять же, блок льда у нас с вами есть. Если мы этот блок льда при такой же низкой температуре, знаю, минус 181 градусов, расколем. Раскол пройдет чаще всего в тех местах, где у нас есть липидные включения мембраны. И у нас может оказаться разные поверхности мембран, либо над мембраной раскалывалась, либо по библибидному слою, либо под ним раскалывалась. И можем получать после этого метода вот такие красивые картинки. Как эта картинка получается? Понятно, что сразу же после раскола у нас очень небольшие изменения по высоте, что нам не очень подходит. Мы можем слегка повысить температуру, ну как повысить, например, до минус 110-120 градусов. И дать некоторое время произойти сублимация, то есть переход от жидкой воды сразу в газообразную фазу. За счет этого перепады высот на сколе станут лучше видны. Липиды, понятно, не испаряются при такой температуре, испаряется только вода. Дальше, чтобы мы могли увидеть эти маленькие перепады высот, мы делаем косое напыление. В лекции по электронной микроскопии, по сканирующей электронной микроскопии 10-2 мы с вами рассматривали, что некоторые варианты напыления, например с использованием электронного прожектора либо термонапыления, дирекционные. И если мы поместим пушку, которая будет распылять металл вот таким образом, то у нас в основном он отложится на вот этих поверхностях. А остальные поверхности будут находиться в тени. Но вот такая пленка, она не очень стабильна, поэтому чаще всего на нее сверху теперь уже не дирекционно, поворачивая наш образец, крутя, мы наносим достаточно толстый слой углерода. Он стабилизирует вот эту часть. Вариантов работы после этого с образцом у нас есть два. Первый вариант. Мы теперь все это дело размораживаем и используем вот эту пленочку, в которой включен металл. Что называется метод реплики. Смотрим мы такую пленку после обработки на просвечивающем электронном микроскопе и на самом деле вот картинка получена таким образом. Разрешение здесь у нас определяется тем, как мы напыляли металл. Потому что мы только его с вами будем видеть на этой реплике и нашим микроскопом. И в принципе можем получить разрешение скажем около нанометров. Достаточно неплохо для биологического объекта. Второй вариант. Если мы хотим это делать быстро, мы можем использовать сканирующий электронный микроскоп в крио-режиме. конечно, разрешение будет уже хуже, но тем не менее это возможно. Итак, то, что касается метода замораживания скалывания. Обзор этого метода доступен вот по этой статье. Рекомендую при необходимости с ней ознакомиться. Видны артефакты напыления. Здесь очень хорошо. Тени вот такие, в которых мы ничего с вами не можем увидеть, потому что просто образец здесь был выше, здесь ниже. Напыляли мы с этой стороны. Понятно, что можем увидеть несколько поверхностей. У нас она может быть вогнутая, разбитая по мембране, между мембранами. И картинки для сканирующей электронной микроскопии, которые получены были уже у нас. Это дрожжи. Их на самом деле часто используют как такой вариант предотвращения образования льда. То есть вы иногда какой-то ваш образец, который хотите заморозить, вносите в прибор для замораживания, вот в пасте дрожжевой. Ну, это как бы такой дополнительный продукт, который можно получить кроме вашего интересующего вас образца. Дрожжи очень красиво колятся, очень хорошо удерживают замораживание. И посмотрите, здесь есть несколько вариантов раскола. Есть раскол, который прошел по внешней мембране. Есть раскол, который мы можем теперь увидеть. Как вы помните, дрожжи у нас имеют клеточную стенку, вот такой вариант, где мы видим другую поверхность. И вот эти кревисы впячивания, которые увеличивают поверхность клетки. Конечно, здесь видны и другие органеллы, включения, и даже ядро видно. Если мы можем увеличить эту картинку, вот эти кревисы видны еще лучше. Мы теперь видим хондрии внутри. И если еще увеличить, посмотрите, это 200 нанометров, то мы можем даже увидеть то, что есть упорядоченные белковые структуры, вот такие стегранные, здесь хорошо видны. То есть в принципе мы можем даже изучать и в сканирующем электронном микроскопе какие-то макромолекулярные комплексы, которые могут находиться на мембране. Развитие этого метода, ну как развитие 90-е года прошлого века, это возможность получения метки иммуноголд на репликах. Про иммуноголд опять же мы с вами на предыдущей лекции смотрели, разговаривали. Мы знаем, что у нас есть возможность к антителам либо к г-белку, либо к а-белку прицепить репортер, то есть вот этот кусочек золота. И если антитело найдет свой эпитоп, то где-то рядом, на расстоянии 10-15 сантиметров от него у нас окажется золотой шарик, который хорошо виден. Что оказалось? Если мы делаем такую реплику и напыляем сверху этой реплики достаточно много углерода, чтобы она была крепкая, мы можем теперь при помощи отбеливателя, при помощи СДС, при помощи различных веществ удалить этот материал. Если мы будем удалять его мягко, например, при помощи лаврилосульфата натрия СДС, то мы с вами получим эту пленку нашу углеродную, в которую погружены остались белки, которые там были. Более того, СДС, как вы помните, белки немножко денатурирует, и поэтому все, что оказалось у нас снаружи торчать, не погребено под напыленным углеродом, доступно для антител. Теперь мы с вами делаем иммуномечение, и в принципе, посмотрите, мы можем, если, например, две метки сделать, увидеть на наших репликах вот такие картинки, где видно, что интересующее нас белок интереса, образуют вот такие кластеры, но более того, они здесь взяли белок по синаптических утолщениям, они здесь взяли рецептор к ГАМК, они здесь взяли еще КИРТ2,3, и разными размерами вот этого иммуноголда помечены эти структуры, и видно, что на самом деле вот здесь, например, они объединяются в такие кластеры. То есть можно изучать организацию, микроорганизацию на мембране, как вариант. Конечно, из более-менее нового это возможность стимуляции наших клеток перед тем, как их замораживать. Наш прибор HPM100 был предыдущей версией, современная версия этого прибора выглядит вот так, называется уже Leica EM Ice, и самое главное у этого прибора, кроме того, что он спирт теперь не требует и проще отчитываться, это то, что этот прибор позволяет перед замораживанием с очень быстрой скоростью, процесс заморозки, напомню, порядка 10 миллисекунд, провести какое-то воздействие на наш образец. Какие воздействия возможны? Во-первых, свет. И мы помним, что у нас есть, во-первых, методы оптогенетики, когда мы можем при помощи света запускать определенные ионы внутрь клетки, и это методы так называемой фото высвобождения, или анкейджинга, когда мы можем какие-то вещества делать активными при воздействии, скажем, ультрафиолетового света. Ну, например, глютамат освобождать и смотреть, что будет происходить с культурой нервных клеток. И теперь получается, что у вас время между воздействием и фиксацией может быть очень-очень-очень маленькое. Вы можете сделать стоп-кадр, замораживать через 20 миллисекунд, через 40 миллисекунд, через 80 миллисекунд, ну и дальше, получив такие препараты, посмотреть на самом деле как развивается вся цепочка событий в клетке. Следующий вариант, то, что этот же прибор может, это электрическая стимуляция. И если мы работаем с нервными клетками, вы можете, в принципе, вырастить их на специальном стекле с токопроводящими дорожками. И перед тем, как замораживать эту сапфировую подложку с клетками, вы можете их определенным образом стимулировать. То есть, как видите, мы теперь появили, получили возможность не только одномоментной остановки процессов, но и воздействия перед тем, как эти процессы запустить. В России несколько таких приборов есть, но, к сожалению, пока что не в нашем университете. Конечно, говоря о методах КРИО, теперь уже подготовки, необходимо упомянуть и еще один метод, напрямую к КРИО микроскопии, конечно, не относящийся, но метод, который используется уже достаточно часто в лабораториях. Уже в некоторых случаях практически рутинный. Это метод господина Токуясу. Что этот метод из себя представляет? Ведь на самом деле мы можем избежать образования кристаллов льда еще одним способом. Используя раствор какой-нибудь органической молекулы, например, сахар. Или лучше сахарозу. Или лучше сахарозу с поливиниловым спиртом. Если мы возьмем, например, 2,3 малярную сахарозу и, например, будем замораживать наш блок до минус 120 градусов, то вода в кристаллическое состояние не перейдет. Это получится такой твердый блок, который на самом деле достаточно легко можно резать. И крио-микротом, который я вам до этого показывал, если с него снять камеру для понижения влажности, она нам для метода Токуясу не нужна, позволит нам образец так резать. В чем плюсы этого метода? Почему он настолько интересный? Почему он так широко используется? В этом случае у нас очень легкая фиксация образца. Мы можем его фиксировать просто обычным формалином, либо слабеньким раствором глютара, либо, если глютаром, то не очень долго. И мы будем получать наши срезы опять же в ободненном состоянии. То есть, если мы теперь будем использовать эти образцы для иммуномечения, для того же самого иммуноголда, у нас не будет проблемы прежде всего с перефиксированным образцом. И второе, нам не нужно будет растворять или каким-то образом удалять смолу, которая может сильно мешать взаимодействию антигена-антитела, просто потому, что эпитопы погреблены под, скажем так, толщей смолы. И таким образом этот метод, конечно, очень удобен. Метод 70-х годов прошлого века, но сейчас он стал уже более-менее удобным. Ну, я не могу удержаться, не показать видео, которое снято было уже на нашем протоме. Как видите, здесь используется алмазный нож. Естественно, никакой ванночки с водой здесь нету, режется все это на сухую, чтобы не было статики. Здесь вот расположен специальный электрод, который убирает статику, заряд, здесь возникает. И вот тоненькая полосочка срезов, которую вы сейчас видите, которые здесь образуются, это срезы с этого блока. Дальше его можно перенести на сеточку, здесь есть специальный держатель. И после этого с ними работать, их потом можно разморозить, кристаллов льда образовываться не будет, их можно отконсоростировать при необходимости ацетатом урана, их можно отконсортировать свинцом, осмем, если хотите, можно использовать иммуногол для получения достаточно хороших, красивых картинок. и так как дальнейшая обработка приходит уже при комнатной температуре, все методы нам доступны. В качестве заключения таки криво или не криво, быть или не быть. Ну, прежде всего нужно отметить, да, методы криоэлектронной микроскопии и уж тем более криоэлектронной подготовки, которая более-менее рутинна, имеют неоспоримые преимущества, о которых мы с вами поговорили. Конечно, современные оптические методы искрительных решений много чего нам позволили сделать, но они никого не вытесняют криоэлектронную микроскопию и то, чего она добилась, а лишь дополняют ее. Мы можем сделать, например, корреляционный анализ, сделать сверхразрешающую оптическую микроскопию и после этого сделать еще электронную микроскопию того же участка ткани, например, или клетки. Конечно, эти методы нельзя отнести полностью к рутинам, все-таки для их освоения даже в таком полном рабочем дне требуется достаточно много времени и не всегда хорошо получается. Но, тем не менее, есть применение, когда без вот этих методов в принципе не получить нужной информации. Ну и в виде заключения для большинства задач на самом деле достаточно обычной проподготовки и химической фиксации. Хотя потому, что для такого метода фиксации набрано достаточно большое количество материала, достаточно большое количество знаний об образце. Поэтому крио нужно применять только тогда, когда вы знаете, зачем это делать, хотя никто не мешает попробовать. В виде такого интересного момента, конечно, мне бы хотелось еще сказать об интересном артефакте, который в свое время исследовался как вообще отдельная структура у бактерий, было защищено много кандидатских и даже докторских, поэтому, как вы помните, у бактерий в общем-то нету таких впячиваний мембраны. И вот такие вот структуры, мезосомы очень активно исследовались, было множество совершенно различных статей 60-х, 70-х годов, вот такие вот впячивания бактериальные, которые на самом деле оказались артефактом химической фиксации. И после того, как была использована микроскопия криоэлектронная, оказалось, что если использовать без химической фиксации, таких структур в бактериях конечно же нету. Если вначале сделать химическую фиксацию, потом сделать криоэлектронную фиксацию, вернее криофиксацию для электронной микроскопии, такие структуры появляются. Таким образом понятно, что эти структуры это артефакт, который возникает только когда мы добавляем с вами обычную химическую фиксацию к нашим бактериям. Отсюда конечно понятно, что в некоторых случаях только криоэлектронная микроскопия может решить стоящие перед исследователем задачи. Ну а на этом мы нашу лекцию с вами завершаем. Спасибо за внимание. До свидания. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok